всем привет сегодня у нас такая большая плоская посылочка в общем заказал я наверно еще в том году и и когда майнинг не был прям таком пике популярности как сейчас вот здесь у нас каркас для майнинг фермы давайте я распакую тут как-то здесь картон твердый может по бокам но мне не удобно внутри нас пупырка такая проложена толстенькая но не пуп не бухает вот так ну и вообще как история предыстория я решил заняться майнингом решил тоже собрать ферму посмотрел как знакомый собрал себе каркас каркасами вышел на 600 рублей то есть это гвозди то есть давайте рассмотрим тот вариант когда у вас дома ничего нет уж я знаю сейчас начну писать что да я такой каркас соберу за 200 рублей предположим у вас ничего нет есть молоток то есть вы поехали вот как мы да мы поехали в кастарам или леруа мерлен я уже не помню купили 50 гвоздиков коробочку купили 5 или 4 палки 20 на 10 миллиметров и купили нижнюю картонку вот эту я не знаю как она называется вот ее еще купили и стяжек вот все это вышло на 600 рублей да можно было купить палки например подешевле потому что мы купили по 80 рублей за два метра можно было купить за 50 рублей вроде за два метра но вот эти 50 которые были 20 на 20 так и нормальные как все у всех майнеров они были очень плохого качества они были во первых кривые то есть сверху или снизу они могли уходить в сторону то есть она как бы идет ровно-ровно потом закругляется то есть получилось бы что у нас очень было бы много брака и еще эти палки они были ну не обточены да то есть они могли ставить заусенцы там ну или не знаю царапать например да мы взяли уже такие отшлифованные они но потоньше кстати получается ферма такая не очень тяжелая оказалось потому что если бы она была бы получается палка в два раза толще то было бы и веса больше вот нижнюю вот эту площадку получается она была в три раза больше то есть мы отпилили часть которой нам не нужно вот так что у нас вышло 600 рублей если бы мы например брали бы алюминиевые уголки то цена бы вышла бы еще больше потому что нужен был быть заклепщик и сами заклепки потому что опять же да у нас этого ничего нету если бы у нас это было если у нас был бы там не за гараж заваленный деревом или уголками или еще чем-то то это был бы другой разговор в нашем случае мы покупали все с нуля вот я когда решила собирать ферму задумался о том что не купить ли мне вообще полностью каркас вот каркас на алиэкспрессе война алиэкспресс на авито стоит тысячи вроде деревянные 1200 можно взять из уголков вот я думал купить за 1200 из уголков но так как канал то китайский китай я решил все-таки рискнуть и заказать из китая вот что приходит из китая этот каркас стоит 64 доллара насколько я помню это у нас уголок вот такой профиль ну в общем то неплохой я думал совсем будет тоненький нет не совсем тоненький уже просверлены везде дырочки то есть ничего сверлить не надо ничего мудрить не надо же все продумано но за 64 доллара мы получаем не только каркас но и комплект вентиляторов для охлаждения вентиляторы 20 миллиметровые ой 20 12 миллиметровые и их здесь 4 штуки как я вижу они все разноцветного цвета я думал что они будут все красные мне что-то так казалось вот инструкции никакой нету к сожалению работает все от на какой-то смолекс но какой-то такой молекс самопальный скорее всего проводочки я переделаю его ничего себе то есть по идее можно подключить эти провода к центру управления и там уже можно будет менять скорость вращения вентиляторов но это нам не очень интересно наверное так что я вот эти молекса сейчас переделаю они будут немножко по-другому выглядеть вот но и вообще кстати на самом деле каркас мне уже не нужен так как карты стоит каких-то нереальных денег я решил отказаться от идеи постройки так но я смотрю тут у нас подсветка есть кстати в каждом из вентиляторы но подшипники так я бы сказал мне очень конечно не совсем гуд вот этот нормальный вообще вот это тихо крутится а вот этот кто-то ему там мешает что-то как-то не очень вот этот тоже нормальный то есть красный у нас красный как-то не очень крутится вот значит короче я отказался от идеи построить ферму и буду собирать игровой компьютер но не как все собирают там супер дешманский игровой компьютер за 5000 рублей короче вот такое нет я буду собирать нормальный компьютер с нормальными комплектующими единственное пока вопрос стоит по поводу видеокарты возможно куплю конь бушную видеокарту но даже на бушные видеокарты цены какие-то просто космически вот заказал уже каркас каркас корпус блок питания я обменяю вот на этот каркас я договорился со знакомым я ему собираю отдаю вот этот каркас вместо того который деревянный вы видели в видео и он мне дает блок питания на 800 ватт aircool да aircool это китайский блок питания который может сказать ни о чем но что делать вот мне его хватит вполне для моих нужд у меня будет получается только системный блок материнка процессор я себе заказал а и 74 840 оперативка и видеокарта то есть меня питанием по питанию надо будет ну максимум там 500 ватт на 500 даже прибор 400 ватт на 400 это если я какую-то найду видеокарту супер топ которая ну которая будет очень много потреблять вот но я чё-то сомневаюсь что и я смогу купить очень давайте я сейчас соберу посмотрим что у нас за каркас получится вот так вот выглядит сборе это этот каркас прикрутил здесь булкики чтобы можно было понять сколько их уйдет на материнскую плату где будет материнская плата лежать здесь будет блок питания прикрутил здесь вот эти раз-два три четыре пять болтика это считаете пять карт но на самом деле здесь можно наверное разместить ну если плотнее то наверное больше вообще написано что этот корпус рассчитан на 6 карт но я не знаю я делал через получается через две дырочки дал здесь у нас дырочки такие вот и у меня вылезает 5 вот ну на самом деле нужен был корпус для 5 карт вот столько еще осталось болтиков получается здесь есть вот такие болтики они у нас будут крепить четыре штуки должно быть ну их 5d ну запасной значит они будут нас крепить блок питания также еще осталось вот таких два ой вот таких два да вот они у нас крепят то пропеллеры наши вот там в общем там с той стороны закручены вот и остались еще вот эти маленькие вот их осталось много я не знаю для чего и еще две стоечки тоже непонятно пока для чего не то есть ну как запасные и какая-то деталька которую я вообще не понял куда присобачить так что пока без нее вот давайте сейчас поедем знакомую и перенесем всю ферму на вот этот новый каркас ну и посмотрим что будет как она будет работать как они будут крутиться будут ли они вообще работать и вообще зачем не нужны вентиляторы так как зима она не бесконечно зимой мы можем там открыть окно или еще как-то охладить ферму на балкон и вынести например то летом такой возможности уже не будет и если будет 30 градусная жара то как-то охлаждать придется уже механически можно поставить простой вентилятор например домашний вот но либо вот таким вариантом это 4 120 миллиметровые вентилятора которые будут дуть прямо на карты потому что карта будут находиться вот здесь вот ну в общем давайте сейчас соберемся и пошло готова перенесли карты на новую новый каркас вот так это все выглядит здесь сделали 1 кнопочку и 2 кнопочку чтобы можно было отдельно включать вентиляторы включаются они через один и вот так вот выглядит вся сборочка в общем прикольно дополнительное охлаждение если например не нужно берем просто отключаем и все останавливается если с эти красники что-то снимут он сам тормозит очень быстро вот если вдруг нужно например 2 2 вентилятора можно только включить есть нужно больше то вот красных отчет как-то не очень он стартует то включаем все четыре вот шума шума почти нету ну в общем то на этом все с вас лайки подписка всем пока